От его работы напрямую зависит обеспечение порядка в жилищно-коммунальной сфере, благоустройство населённых пунктов, обновление социальной инфраструктуры, благополучие жителей, сохранение исторических и культурных традиций. Совет муниципальных образований региона отмечает 15-летие. Запреты в руки муниципалитетов. Депутаты окружного собрания готовят к принятию на сессии законопроект, который позволит главам муниципальных образований самостоятельно определять сроки выхода и выезда на лёд. Ань Тарова, здравствуйте! С вами в студии Илья Сахаров. Ненецкий округ занял 17-е место в рейтинге эффективности работы власти в субъектах России в 2016 году. При этом особенно высокую оценку экспертов получила социальная сфера региона, шестое место по стране. Рейтинг подготовлен агентством политических и экономических коммуникаций и лаборатории региональных политических исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Рейтинг оценивает деятельность региональной исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов. Данные имеют отношение к действующему руководителю региона и показывают эффективность его работы, а также работы возглавляемого им органа исполнительной власти. Рейтинг делится на три блока – политико-управленческие, социальные и финансово-экономические. При этом по каждому из них проводится своя оценка. Итоговый интегральный рейтинг представляет собой обобщение данных. Политико-управленческий блок оценивает общественную поддержку главы субъекта, эффективность консолидации элиты, урегулирование внутриэлитных конфликтов, эффективность отношений с федеральным центром и работы бюрократического аппарата. Показатели социального блока – здравоохранение, образование, межнациональные и межконфессионные отношения, а также развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ. По финансово-экономическому блоку оценивают эффективность экономического управления, бюджетной политики и улучшение инвестиционного климата. Совет муниципальных образований Ненецкого округа отмечает 15-летие. Празднование юбилея совета сегодня прошло в актовом зале администрации Наринмара. На нем подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления». Также на мероприятии выступили творческие коллективы округа. История межмуниципального сотрудничества в регионе началась в 2001 году. Тогда постановлением окружной администрации от 5 октября 2001 года была зарегистрирована и внесена в реестр юрлиц Ненецкого округа новая некоммерческая организация Ассоциация муниципальных образований НАО. 15 апреля 2006 года было изменено название Ассоциации на Совет муниципальных образований Ненецкого округа. В настоящее время председателем Ассоциации является Виктор Таратин, глава Приморско-Куйского сельсовета. Приоритетным направлением деятельности Ассоциации является и взаимодействие с органами государственной власти округа, отстаивание и защита прав местного самоуправления и учет общих интересов муниципальных образований НАО при проведении государственной политики в различных сферах общественной жизни. Кроме того, согласно Уставу Ассоциации, Совет МО НАО участвует в разработке обсуждений проектов окружных законов, затрагивающих интересы местного самоуправления. Муниципальные образования, будь то город, район или поселение, смогут самостоятельно определять сроки выхода или выезда на лед в соответствии с ледовой обстановкой. Такой законопроект в собрание депутатов Ненецкого округа внесли городские депутаты совместно с МЧС. Вместе с правом устанавливать сроки передвижения по льду муниципальные образования смогут привлекать к административной ответственности тех, кто нарушит установленные правила. Данный законопроект сегодня на комиссии по госустройству и местному самоуправлению рассмотрели депутаты окружного собрания. Как отметил председатель комиссии Виктор Кмедь, проблема действительно существует. Люди зачастую пренебрегают мерами безопасности и выезжают на неокрепший лед. Порой такие выезды заканчиваются трагически. С принятием закона, который позволит муниципалам самостоятельно вводить временный запрет на передвижение по льду в период ледостава или таяния льда, смельчакам придется отвечать рублем. На муниципалитеты ложится тогда ответственность за то, чтобы вовремя снять. Вот сейчас морозы стоят. Какой смысл держать запрет? Все давно уже и ходят, и ездят, иногда и тонут. Но вот когда муниципалитет посчитает, что в пределах муниципального образования на водных объектах уже можно ездить, он запрет снимает. Кроме этого, законопроектам предусмотрено, если для передвижения будут открыты ледовые переправы, как для проезда на технике, так и для пеших походов, то штрафовать граждан не будут. В Наринмаре открылся первый частный медицинский центр. Реализация проекта стала возможной грантой закружного бюджета. Медицинский центр будет оказывать полный спектр услуг по проведению осмотров врачами широкого круга специальностей. Железобетонные конструкции для семиэтажного дома. Комплектующие, которые изготовят на заводе Заполярье, будут предназначены для строительства многоквартирного дома, квартиры в котором получат граждане, проживающие в аварийном жилфонде. В Наринмаре открылся первый многопрофильный медицинский центр «Санавита». Бизнес-проект по открытию медцентра получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей в мае этого года. Основали частный медцентр два врача Ненецкой окружной больницы. Виталий Моисеев является врачом-психиатром, его коллега Анатолий Горелик – врач-психиатр-нарколог. На создание центра ушло более года и более 35 миллионов рублей. Размер окружного гранта составил 1 миллион рублей. На него нам удалось, во-первых, закупить оргтехнику, во-вторых, мы сейчас интегрируем медицинскую информационную систему, которая позволит нам значительно упростить документы оборота, желательно полностью практически перевести в электронный вид. И мы ждем еще один аппарат, соответственно, из-за границы, которые позволяют нам смотреть на вены, так сказать, с помощью инфракрасного, да, инфракрасные датчики там стоят, если не ошибаюсь. Поэтому помощь была очень большая, в том числе организационно-правовая. Центр будет оказывать полный спектр услуг по проведению осмотров врачами широкого круга специальностей. Так в клинике будут вести приемы гинеколог, дерматолог, кардиолог, врачи ультразвуковой диагностики, эндокринолог, офтальмолог, терапевт, невролог, психиатр, нарколог, психотерапевт, стоматолог, педиатр. Порядка 20 специалистов из Наринмара и других регионов. Появление первого центра у нас в округе, частного центра, по оказанию врачебных услуг, говорит, прежде всего, о том, что должно увеличиваться качество оказанных услуг. Потому что появляется конкуренция, появляется возможность выбора, а самое главное, чтобы у людей была возможность выбора. И человек тогда сам определится, где ему лучше получить ту либо иную помощь. Замечательные внешние условия, замечательные, лучшие врачи, собранные, которые имеют отличную компетенцию. И современное оборудование позволяет на этом этапе сказать, что действительно будет оказана очень качественная услуга. Кроме того, в медицинском центре жители Ненинского округа смогут пройти лабораторную диагностику и вакцинацию, оформить больничный лист. Планируется и обслуживание пациентов по ОМС. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагбиненко, оценить оправданность инвестиций в этот проект можно будет только спустя некоторое время. Я думаю, народ оценит со временем. И мы можем понять только по тому, как пойдет сюда поток, и действительно оценит качество и необходимость данного центра. В перспективе планируется открыть кабинет неотложной помощи с возможностью вызова врача на дом и дневной стационар. В национальном поселке Харивер завершился медико-социальный проект «Красный чум». На протяжении 10 дней в нем работала большая выездная бригада врачей из Наринмара. Они обследовали жителей поселков и оленеводов-кочевников сельскохозяйственного производственного кооператива «Путильича». Всего специалисты осмотрели и оказали помощь 400 жителям округа, из них 50 – оленеводы. В рамках проекта жители поселка и оленеводы проходили флюорографическое обследование, УЗИ-диагностику, делали электрокардиограмму, измеряли давление. Также врачи проводили медицинское освидетельствование для получения разрешения на ношение оружия и управления транспортными средствами. Оленеводам выдавали аптечки для оказания первой медицинской помощи. Ежегодный проект «Красный чум» в Ненецком округе проводится совместными усилиями компании «Лукоэлкоми» и «Тоталь. Разведка. Разработка. Россия», Администрации НАО и Центральной поликлиники Заполярного района. Компании недропользователей выделили 2,5 млн. рублей на оплату работы бригады врачей, приобретение аптечек и медикаментов. В бюджете округа предусмотрели более 1,5 млн. рублей на финансирование транспортных расходов по перевозке медотряда и доставке оборудования. Россияне могут получить сразу несколько льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг. В Госдуму внесены законопроекты, авторы которых предлагают не брать плату за подключение газа с владельцев дач и загородных домов, а приборы учета в квартирах устанавливать за счет ресурсоснабжающих организаций. Законопроекты направлены на освобождение граждан от необоснованных трат, связанных с жилищем. Одним из проектов предлагается вернуть должникам взносов за капремонт льготы по коммуналке. Эксперты обращают внимание, что лишение льгот за долги вполне законно, но в некоторых случаях оно ухудшает положение наиболее незащищенных людей, к примеру, ветеранов и инвалидов, которым предоставляются льготы. Долги эксперты объясняют неосведомленностью людей о новой системе сбора средств на капремонт и, как следствие, нежелание участвовать в ней. Другим законопроектам предлагается освободить граждан от расходов по установке домовых счетчиков. Также депутаты выступили за отмену платы за подключение частных домов к газу. На заводе строительных конструкций «Заполярье» изготовят большую часть комплектующих многоквартирного дома, предназначенного для переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Как пояснил генеральный директор полюса «Жилстрой» Владимир Орлов, на заводе изготовят фундамент, утепленные стеновые панели, перекрытия, окна и другие комплектующие семиэтажного дома, строительство которого начнут в ближайшее время в новом микрорайоне Наринмара по улице Авиаторов. Благодаря тому, что строительные составляющие произведут на заводе, весь процесс возведения дома рассчитан на меньшие сроки по сравнению с другими технологиями. Кроме того, монтаж дома можно выполнять и в зимний период. По информации Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта округа, семиэтажный дом на 294 квартиры будет состоять из 10 секций, вводимых в эксплуатацию поэтапно. При этом 90 квартир передадут округу в 2017 году, еще 202 – в 2018. В общей сложности для расселения ветхого и аварийного жилья в этом доме будет 54 однокомнатных квартиры и по 119 двух- и трехкомнатных квартир. Общая площадь жилых помещений составит около 14 тысяч квадратных метров. Роль семьи в сохранении языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа. Круглый стол под таким названием стал завершением Дней Ненецкой письменности. Также в рамках круглого стола состоялась презентация книги «Тропами предков», сборник материалов комплексной экспедиции к канинским ненцам. В Наринмаре обсудили меры по сохранению и развитию ненецкого языка и культуры. Сегодня в Наринмаре состоялся круглый стол – роль семьи в сохранении языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа. Он стал завершающим мероприятием Дней Ненецкой письменности в округе. Вероника и Федор Талеевы воспитывают 10 детей, и каждому из них они передают язык, обычаи и традиции своего народа. Сохранение языка – задача не только людей, проживающих в округе, но и власти. О том, как осуществляется данная деятельность в ходе заседания, отразили в докладе о роли органов госвласти в формировании языковой политики в округе, роли образовательной организации и семьи. Департамент образования безусловно делает всё возможное для того, чтобы в данном направлении шла работа, причём и хорошо шла. Для этого в прошлом году у нас, безусловно, были выделены средства на учебную литературу, сразу хочу сказать, отметить, что и оснащение кабинетов учебных. Свои лучшие практики представили руководители образовательных учреждений и преподаватели ненецкого языка из сёла округа. В прошлом году, в марте месяце, был окружной конкурс «Профессионал года», где была номинация «Учитель родного ненецкого языка». В данном конкурсе в нашем округе участвовали четыре педагога. Это два педагога из Нельминоса, учительница из Антик и из Красного. В данном конкурсе я победила, и как победитель окружного конкурса «Профессионал года» была направлена на всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский, в Москву. Была специальная номинация «Учитель языков коренных малочисленных народов Севера». Ей я заняла первое место. В том числе посредством видеоконференц-связи о своей работе рассказали заведующая детским садом села Несь, заведующая детским садом посёлка Бугрино и директор средней школы посёлка Индига. Также в рамках круглого стола состоялась презентация книги «Тропами предков», сборник материалов, комплексная экспедиция к канинским ненцам. По итогам заседания участники рассмотрели и приняли рекомендации. Ирина Нежалова, Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ненецкая средняя школа имени Пырерки отметила 70-летний юбилей. За десятилетия учреждение дало путёвку в жизнь сотням выпускников, в числе которых знаменитые люди. Это и Семён Николаевич Евтысы, первый ненецкий пилот, и Филипп Никитич Ардеев, почётный полярник и известный путешественник, хранитель традиций ненецкого народа, а также многие другие. Первоклашки Карина Майорова и Аня Чупрова хоть и отучились в школе всего 4 месяца, но уже всем сердцем полюбили её. Полюбили и учителей, и занятия. И хоть пока девочки и не знают двузначные числа, но знают любимой школе 70 лет. Ну, скажите, что пожелали бы школе? Вы знаете вообще, что сегодня за праздник? Да, сегодня день любиле школы. Так, а сколько лет в школе исполняют? Ну, я не знаю, тётя Чупрова, но знаете, 7 и 0. 70, да, получается? Здорово. А что пожелали бы? Я пожелала бы в школе быть всегда устойчивой нашей, и чтобы её никогда не рушили. Ого, а ты? Чтобы она никогда не старела. За 70 лет школа пережила много преобразований, но сегодня, по мнению директора Людмилы Пакшиной, школа – это в первую очередь дом. Наша школа сегодня – это дом, который построили все мы, сидящие в этом зале. Этот дом сложился как по кирпичику из наших дел, наших начинаний, наших талантов и старания. Каждый внёс что-то своё. История школы – живая память людей. Радость, встреч и горечь утрат. Это судьбы наших педагогов, работников, наших учеников. Хочу сегодня выразить особую признательность вам, дорогие мои коллеги. История школы началась в 1946 году, когда базовая Ненецкая начальная школа при педагогическом училище в Наринмаре впервые приняла своих учеников – детей оленеводов из Малоземельской тундры. На следующий год она была преобразована в Ненецкую семилетнюю школу для обучения детей оленеводов также из других посёлков округа. Спустя два десятилетия уже на Наринмарской школе-интернату было присвоено имя первого ненецкого учёного-филолога, писателя и переводчика Антона Перерки, погибшего в годы Великой Отечественной войны. По мнению губернатора Игоря Кошина, именно жизненный путь Антона Петровича служит главным ориентиром для воспитанников школы. Мальчик, родившийся в Большеземельской тундре, стал одним из основоположников ненецкой письменности. По учебникам которого обучались ненцы всех тундр, от Канина до Таймыра. Антон Петрович положил свою жизнь, свой талант и свой успех жало войны. Он ушёл добровольцем на фронт и не вернулся. Но весь его жизненный путь, подтверждение, что талант, настойчивость обязательно приводят к успеху. И я хочу пожелать нашей замечательной школе, которая празднует сегодня 70-летний юбилей, прежде всего успехов и таких же талантливых, потрясающих ребят. В настоящее время в школе обучаются 200 воспитанников. Из них больше половины проживают в пришкольном интернате. Для некоторых детей коллектив школы – педагоги и воспитатели вместо родителей. А школа – дом. С Новым Рождением, любимая школа!